Так вот, дальше что? Дальше я хочу сказать, после этого, что нашего полку прибыло. Поздравьте меня и всех нас. Вот здесь вот, с этим человеком мы сделали фильм. Конечно, я открывать не могу, сразу всё нарушится. Антон Валерьевич не позволяет. Но этот фильм вы можете увидеть, он есть даже в гостевой. И у меня на канале есть. И половина из вас ещё увидела. Однажды ко мне позвонил человек совсем недавно. Вот он. Вот он тоже из нашей обоймы. Почему? А вы видите, ой, я всё время отклоняюсь от главного. Смотрите, этот человек вырастил из косточек. Вот это вот, сейчас я быстро прорисую. Из косточек. Из косточек. Зовут его Немитов. Алексей Юрьевич. Вот, смотрите. Я с него какой-то, что мне эти все такие скромные. Я с Петровича еле-еле выдавил все данные. С Немитова почти еле-еле выдавил. Вот. Оренбургская область, Новосергиевский район. Село Покров. Покров. Интересно. Но в Покровке живёт Рыкалин, а получается Немитов Покровки. Это символично. Так вот, сейчас я расскажу о нём подробнее, его же письмом. Но прежде я хочу что сказать. Вот. Это церковь. Я просто не мог не обратить внимания. И вдруг он говорит, я в церкви сажу. Вот. Это сразу меня настроило против него. Ну, ой, вот надо же, сказал. Вернее, так. Против того, чтобы не это, не свернуть. Вот. У меня было уже всё свёрстано. Весь вебинар. Нет. Я взял, вот пошёл против своей, и вставил его. Почему? За его, эти, выращенный исходщик вот этой чудеса. Раз. За то, что он церкви помогает. Я не знаю, он так близок к церкви, как я понял, что или он оцерплённый человек, или он прихожанин один из главных. Вот. И этот человек, бывший спецназовец, да какой. Так вот, ещё раз. Мы речь вели не о нём. Я не знал, с кем я речь веду. И вдруг он мне начал рассказывать о Боднере, которого он, оказывается, знал всего два дня. И вот для Алексея Юрьевича Боднер, как я понял, и кто видел фильм, да, там о нём рассказывают с любовью, как проживая два дня с ним на съезде садовода России, в Телебинске, вот, он понял, что, наверное, то, что я понял, что, и, то есть, он понял, что кто такой Боднер, я расскажу об этом, потому что фильм я показать не могу, его словами, так, его словами. И понял, с каким человеком меня судьба свела. Давайте с ним теперь знакомиться. Почему? Дело в том, друзья, что меня фактически оскорбили как? Мне присылают письмо, переснятое, большое, злое, длинное. Там, что железо всего, вот, это, как-то, апологетами, это слово такое было. Это отдельная секта. Это секта, там, ну, в общем, мы морочим голову. А сейчас получается, что не мы-то, это секта, Рыкалин секта, а наши девочки, которых я показывал, это что секта, я решил еще немножко познакомить побольше. Почему? Потому что нам не отвертеться от этих оскорблений, от этих самых, но жизнь-то продолжается. Смотрите внимательно. А потом про Боднера еще и еще и еще. Потому что Боднер, он оставил такой след, а этот след, его деревья, на двух участках, все, все, и пройдет несколько лет. Ой, что будет? Не знаю я. Давайте о хорошем. Итак, не мы-то. Кому интересно? Вот. А что интересно получилось? Елена Александровна Савельевича. Она сразу среагировала, как фильм посмотрела. Она говорит, я хочу с Немытовым познакомиться. Я бы даже к нему приехал. Вот, представляете? Вот она, кружок наш. Итак, я должен каждое слово. Вот. Зовут меня Немытов Алексей Юрьевич. Родился, жил в Узбекистане. В 77-м году окончил среднюю спецшколу с углубленным изучением немецкого языка. Да вы где должны быть сейчас? А? Товарищ Немытов. В 78-м году был признан в армию. Служил в 22-й отдельной бригаде спецназа. Для меня спецназа, знаете, небожители. Вот почему. 36 парашютных прыжков. Завидую. После демобилизации поступил на дневное отделение Московской Союза, старик плавал. К сожалению, по семейным соединенным учебу пришлось составить. Работал на узбекском комбинате, тугоплавки, хижа, просит металла. Это он мне сказал. Я тоже металл, а мы это... С Латинком в Металлурге я сразу пошутил. Третьим будь садоводкира Металлургии. Ну, это шутка. Женат, имеют дочь. В 95-м году после развала Союза переехали в Россию. Перебивался случайными заработками. Вот судьба наших этих. Ой-ой-ой. Вы все это хлебнули. В 15-м году вышел на пенсию 55 лет, так как имел стаж на вредном производстве. В 9-м году занялся виноградарством. Дальше начинается, о, как интересно. А именно изучением наследия великого виноградаря Шатилова Фёдора Ильича. Делегат четырёх всероссийских международных симпозиумов по серу винограда. Вставляете в наш кружок, какой человек попадает. Имею коллекцию 145 сортов и гибридов винограда. Написал три книги. Две о винограде. Виноград Шатилова и забытая экспедиция. И книгу «Рассказы о кораблике в облаках». Вот книгу я, конечно, почитал. Особенно последний, потому что виноград это... Я опоздал. Был с автором Чугаева. Переработен вот книгой «За Россию и винограды». Так, вот здесь Александр Ильич, Чугаев, я с ним не знаком, я был знаком с Чугоевым. Так, и у вас тут не опечатка, может, Чугоев. Вот, потому что он тоже был выдающийся. Не тоже, а самый из нас выдающийся. Так. Ну, ладно, это мы потом с вами уточним. Ну, я на всякий случай. Если это Чугоев, то, конечно, обидно было Чугоеву. Так. Хотя он на том свете. Печатался в газетах, журналах, федеральном уровне. Снимался в документальном фильме «Виноград курсом на север». Фильм стал призером в детских фестивалях. И он садом. Это самое... Значит, ваше досье. Досье вот номер один. Вот. Потому что вы уже знаете детского выдающегося садоводного живьем. А, кажется, в нашу полку прибыло. Вот. Я имею в виду вашу лигу. Заработаю виноградностью и имею награды. Медаль 1150 лет в городе Смолевску. 100 лет со дня рождения в Шатилово. Вот. Он меня спросил, Шатилова знаете? Конечно, знаю. Так. Медаль русской православной церкви. 10 лет северному винограднику. Грамот и благодарность от правительства. Слен Московского общества и специалиста природы. Заместитель руководителя Оренбургского клуба винограда ремени Шатилова. Был приглашен к Китаю прочитать курс лекции об обморском винограде. Но помешал коронавирус. Я что-то забыл. Прошу прощения. Получилось не совсем скромно. Что себе скромно. Абрикосы вырастили. Скромно, конечно. Да попробовали вы не сказать. Я же, когда с вами разговаривал, я понятие имел, что у вас такие достижения. 140 сколько там сортов винограда. Получилось не скромно, интересно, увлекся. Выберите то, что нужно. Все нужно. Все. Теперь смотрите сюда. Итак, ваш рассказ о Боднере Борисовиче. Друзья, кто еще его не знает. Дело в том, что здесь будет то, что стало камнем представлений между им и официальной наукой. Итак, Сергей Николай Георгиевич, вы смотрите наши вебинары. Вы у нас тот самый мамонт, который, ну как бы сказать, среди нас еще и мамонтнее. Так вот, не пришел другое этого. Так вот, значит, вы организовали съезд. Вы пригласили Железова. Вы пригласили, значит, Боднера. Железов не поехал. Были причины. Боднер поехал, хоть и звал меня. Но вдвоем бы нам было бы веселее. И вот там, значит, Алексей Юрьевич жил вместе в одном номере с Боднером. Он настолько хорошо с ним сблизился в плане, что и убедился, что Боднер – это особый человек. Наверное, Боднер бы тоже сказал про вас, Алексей Юрьевич. Но он уже ничего не скажет, сами понимаете. И вот дальше что получается. Вот эта книга Железова одна, да. Это я ему подарил. Вот эта, сейчас поймите к чему. В ней, надеюсь, много полезного. Вот эта книга, вторая Железова. Вот эта книга, третья Боднера. И помните, я вам показывал еще в книгу четвертую Боднера. Так, а получилось так, что не его не стали печатать. Моя уже была в наборе. Вот книга. Вот эта, вот эта. Не записывая, а вот эта. Она была уже в наборе. Вот, сменился этот самый, как он у них называется. Главный редактор, был у него свой в штате. И он это, а прежняя, значит, с которой мы сдружились, начинали печатать там эти. Мои статьи одна была напечатана. И все. И вот получилось не это самое. Не меня, не Боднера. Зато вот эта книга была напечатана. И она стала камнем преткновения между наукой нашей, неофициальной, и наукой официальной, научной. Вот она, видите? Вот. Эту книгу меня попросила Елена Савельевича. Говорит, а что ж такое случилось? А что она слышала во время фильма? Алексей Юрьевич, повторяю своими словами. И Боднер вам всем эти книги, вот эти, в качестве подарка преподнесла эта самая администрация МПО Селябинск, МПО Сады России. И он ее начал читать в номере. Когда он читал, читал, попросил у вас ручку Шарикова. Он взял у вас ручку и начал вот так делать. Это с ваших слов. Вот так, вот так. Вот так, переворачивая страницу, вот так, вот так, вот так. Потом он взял и бросил ее в мусорное ведро. Так было, это ваш рассказ. Вот. Еще и попал с первого раза. Вот. Дело в том, что это выглядело, конечно, для нее обидно. Да, она, кстати, пыталась с ним сблизиться. Он, его версия была. Я говорю, почем? Мы говорим по смертным воспоминаниям о человеке, выдающемся когда-то, о нем напишут книги, учебники уже другие люди. Совсем другие. Вот. И все должно быть точно так, как было. Почему? Потому что вот эта книга, вот эта книга, он ее просто выбросил, а я бы ее сжег. А это одно и то же практически. Вот. Ну, если ждешь, то немножко тепла выделяется, калории. Вот. Я еще выбросил, чтобы природу портить. Так вот. Это очень важно, каждый деталь. Итак, мне он рассказывает. На него в съезде набросилась Каньшина, автора этой книги. Вот она. Вот. И не просто набросилась. Вот. Он обвинил ее в том, а вы представляете, он вывел сорта, которые называются гибридные. И каждому сорту дал свое имя, красивое там. Что-то... В общем, это все найдете. У меня память не держит. Так. И он не имел права. А у него забрали его черенки и увезли. Я не буду фамилию называть, знаю. И сказали, будет вам все. И попадет он в реестр. Вот. И испытаем, и все. Прошло. Вот. Я помню, еще несколько лет назад, Константинович говорит, пусть только появится у меня на пороге. Это те, кто это, у него черенки брал и эти, горстями эти, косточки его гибридом. И исчез без следа. А это были не просто так, это были официальные люди, я это знаю. Вот. Эти официальные люди у меня в саду. Это горький опыт, но это опыт. Когда я отворачивался, у меня были только первые урожаи. Такие плоды, что это невообразимо, да? А раз и нету. А потом раз, случайно, уже подглядывал, пошел к туалету, вернулся, по карманам рассовывается. Это ученые. А почему не попросить? Я же давал. И вот к чему все это длинный разговор. Значит, получилось так, что не получилось связки между нами, любителями, и той наукой. И вот сейчас я закончу это дело, вынужден. Ну, это ладно, я не могу не похвастаться. Это плоды с черенком, которые я ему подарил, а сам привез с Украины. Я говорю, что мелкие такие? Он говорит, урожай был сильно большой. Как же они? Вот такой разговор. Спасибо.